Девушки отдыхают Новая обстановка, новые требования к игрокам, тренерский штаб новый, ребята, это шло где-то такая притирка, привыкание еще к этому, но постепенно команда добавляла в этом плане, адаптировалась и стала адаптироваться к этим требованиям и зацепились где-то за ту игру, которую планируем, пропагандируем и более-менее результат пошел. Я думаю, что с этим и сплачивается коллектив и от этого идет положительный результат. Будем стараться держать свою игру, еще больше стараться сплачивать коллектив, чтобы добиваться побед. Вот эта пауза, которая сейчас в чемпионате, она пойдет на пользу или все-таки в минус? Да как сказать, ну все в одинаковых условиях, где-то возможно и в минус, а возможно и наоборот, потому что у ребят пошли травмы, нужно где-то их подлечить, залатать, так скажем, рану эти. Может быть это и к лучшему, а то, что паузы, еще раз повторюсь, все в одинаковых условиях и все будут готовиться. Может наоборот это к лучшему, а может это к лучшему, но это покажет опять же игры. То есть была у нас пауза, да, мы перед двумя играми, мы сыграли со Слованным, так скажем, не так, как хотелось бы по результату, хотя игра показала, что мы, в принципе, провели неплохой матч, реализация моментов хромала, а с медведчиком матч получился наоборот, то есть и по движению, и по атаке. Вот как тут сказать, как начнется, ну соответственно будем делать после перерыва ставку на первый матч, чтобы задать тон продолжению чемпионата, зацепиться, ну и дальше уже будем работать по... На что уделяли, на что обращали больше внимания на тренировках во время этой паузы? Ну, во-первых, прокатили еще, поработали над тактическими действиями и еще, конечно, не всем, завтра еще будем работать над большинством, поработаем, чтобы уже ребята немного вспомнили, я думаю, о ней не забыли, но все равно нужно прокатить, чтобы поработать, именно это почувствовать еще раз. Ну, в принципе, ничего особенного, то есть мы немножечко после выходных дней дали немножко физики и прокатили те моменты, на которые мы делаем акцент. Кто из травмированных уже будет готов встать в строй после перерыва? Ну, я думаю, Николай Стасенко будет готов. По Сергею Монахову немного сложнее, если он в больнице находится, по информации доктора, он еще поедет на обследование в Санкт-Петербург, скорее всего. Ну, а из остальных, вот Коля Стасенко-то у нас, я думаю, он сегодня уже катался, он и вчера катался, ну, дали немножко паузу, чтобы он все-таки пришел в боевую готовность. Вилсон вернулся, так скажем, и будет уже в первом матче участвовать, а по остальным, вроде, то более-менее нормально. Сегодня провели двусторонний матч, какова была цель поставлена на эту тренировку, достигнута ли она, что удалось увидеть? Ну, в связи с паузой нам нужна, так скажем, нужна игра, нужен, так скажем, спарринг такой, так как у нас не совсем много народу, плюс травмированные, еще раз говорю, мы привлекли ребят с Алмаза, поделили. Да, конечно, конструктивность от такой игры ожидать, но здесь самое главное именно игровой ритм, поймать игровой ритм, чтобы с него уже начали к предстоящим играм подготовка, то есть поймать этот игровой ритм. Ну, в принципе, сегодня мне игра, так скажем, в динамике понравилась, конечно, ошибок очень много, может, и лед не очень важный был, а в плане желаний, особенно у молодых ребят, мне понравилось. То есть, да, все остальное уже перейдет на чемпионат, еще раз повторюсь, это игра, чисто войти в игровой режим, чтобы вот эти смены, 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 по игре, конечно, не скажу, что она супер зрелищная была, может быть, но, тем не менее, 5-2 счет на табло, 7 голов, для зрителей это нормально.